Дорогие друзья, в преддверии нового 2023 года студенческий правком Московской консерватории запускает новый проект под названием «Лица консерватории». В рамках проекта мы будем брать интервью у профессоров и педагогов Московской консерватории, а также выдающихся музыкантов, чья жизнь связана с альмаматор. Сегодня нашим гостем стал заслуженный артист России, профессор Московской консерватории Анатолий Абрамович Левин. Желаем приятного просмотра. Добрый день. Добрый день. Недавно вышло ваше интервью в честь юбилея, мы его посмотрели, очень интересно было, честно говоря, остались вопросы еще к вам. Мало того, даже ребята, студенты еще к нашему перечню, еще добавили какие-то вопросы, поэтому возникла потребность побеспокоить вас еще раз. Спасибо, что вы согласились. Спасибо вам за внимание, мои скромные персонажи. Какое достижение лично для вас, самое главное в вашей профессии? Думаю, что если я что-то сделал полезного в профессии, то это создание двух оркестров. Это, я считаю, очень важным для себя делом, и то, что оркестр, молодежный симфонический оркестр, по-булзе, на самом деле это оркестр, который включает в себя музыкантов из самых разных уголков нашей страны и зарубежья. У нас было очень много иностранных участников, и этот оркестр собирается в Тольятти каждый год, гастролирует, как правило, в Поволжском регионе. Ну, бывали и более широкого спектра гастроли. Мы были с этим оркестром и за границей, во Францию ездили, в Москве выступали. Этот оркестр существует уже 20 лет, вот в этом году исполнилось 20 лет. То есть еще один юбилей у вас в копилке. Да, вот мы этот юбилей отметили таким большим фестивалем, в котором участвовали два симфонических оркестра, в общей сложности 150 человек приехало. И один из этих оркестров, так называемый фестивальный, он состоял в основном из ветеранов. Те, кто начинали в свое время, 20 лет назад и на протяжении всех этих лет, приезжали по многу раз. Сейчас это музыканты уже очень, как бы, заявившие о себе ярко, работающие в лучших оркестрах нашей страны и за рубежом, кстати. Вот съехались дирижеры, наши воспитанники этого оркестра, которые тоже сейчас известны во всем мире. Это Валентин Рюбин, Тимур Зангиев, Максим Емельянычев. Поэтому я считаю, что вот создание этого оркестра, это очень важный момент в моей жизни. И оркестр, концертный оркестр Московской консерватории, которого вот в этом году исполнилось 15 лет. Вот, я очень люблю тоже этот коллектив и очень горжусь тем, что принимал участие в его создании и 15 лет руководителем. Вот, это очень нужный, на мой взгляд, оркестр, который способствует обучению дирижеров, студентов и аспирантов. И дает довольно большое количество концертов, в основном на сцене Большого зала консерватории. И выступает с очень известными солистами. И очень много аккомпанементов играет. Вот совсем недавно, оказывается, нам присудили премию за лучший аккомпанемент. Вот такой конкурс записей симфонических оркестров, который проводился в Санкт-Петербурге. Президентом этого конкурса является Юрий Тимирканов. И вот за лучший аккомпанемент получили. Что очень приятно. Я понятен не... Кстати, мне до сих пор никто об этом не сказал. Официально? Только доходят слухи. Мы вас поздравляем. Спасибо, спасибо. Это был концерт год тому назад, посвященный памяти Доренского, профессора. И там играли семеро его учеников. И концерт прошел удачно. Вот его записали. И вот неожиданно так получилось. Мы много аккомпанируем. Мы очень любим эту работу. Вот создание этих двух коллективов и удержание их на протяжении, это совсем непросто. На протяжении всех этих лет, я считаю, что, наверное, это надо отметить как достижение. И нам это не получилось бы без содействия. В Тольятти это совершенно потрясающий директор нашего оркестра. Она уже много лет возглавляет Тольяттинскую филармонию. Это Лидия Валентиновна Семенова. Семенова – это редкий качественный человек. И человеческий, и организатор, разумеется. А здесь очень помогает нам руководство консерватории. И ректор, и заведующий нашими финансами Наталья Владеленовна Ковец. Они любят этот коллектив, насколько я могу судить. И бывали трудные моменты, когда оркестр выживал благодаря их участию. Поделитесь самым забавным случаем, который был в классе по дирижированию. Я учился в классе у Лео Морисовича Гинсбурга. Совершенно потрясающий педагог, гениальный педагог. И был такой случай. На нашу кафедру приехала комиссия из Ленинградской консерватории. Приехали два знаменитейших преподавателя, профессора этой кафедры. Это Рабинович Николай Семенович и Мусин. И мы должны были в классе под аккомпатиментом двух роялей показывать каждое какое-то сочинение. Мне досталась вторая часть третьей симфонии Брамса. И когда мы сейчас готовим, 10 числа у нас будет концерт, посвященный юбилею оркестра. И там во второй части есть обозначение нюанса. Написано буква П латинская и Ф. И меня предупредил Лев Морисович, что любимый вопрос на засыпку у Николая Семеновича Рабиновича будет. А вот что означает вот это ПФ? И все сходу отвечают, что это пьянофорты. Такого нюанса нет. А там ниже чуть-чуть, на той же странице, в партии Виланчели расшифровывается Покофорты. Покофорты. Что это Покофорты. Значит, я вооружен, что будет этот вопрос. Я дирижирую, страшно, конечно, волновался, закончил. И Николай Семенович спрашивает меня. А вот, я говорю, Покофорты, не дожидают вопрос. А они все страшно расхохотались. А не было ли у вас сомнений в себе, как музыканте, вот к такому вопросу перейду плавно, в правильности выбора творческого пути? Если были, то как вы справлялись, в чем находили мотивацию? Вы понимаете, мне вот так невероятно хотелось овладеть этой профессией. И работать в этой профессии. Это желание возникло очень рано. Я об этом рассказывал. Да, неоднократно. Чуть ли не в 10-летнем возрасте. Вот мечта зародилась. И как бы эта мечта была так всепоглощающей. И как-то вот сомнений, что я хочу этим заниматься, у меня не было. Какие-то кризисные моменты, конечно, бывали. Но это не означало, что надо все бросить. Как-то нет. Единственное, вот был очень острый момент, это как раз пятый курс. Первый семестр пятого курса дирижерского, когда было абсолютно неясно, где работать. Опять же, мест для работы было гораздо меньше. И так вот случай просто помог. Мы старались во время обучения собирать коллективы своих товарищей по консерватории. И делать какие-то программы. Нам давали зал. Как правило, это был малый зал. Рахманевский тогда еще не был консерваторским залом. Был только большой и малый зал. И вот нам предоставляли для таких концертов. И два года подряд я собирал такие составы. И мы выступали довольно много. Мы выступали в Пушкинском музее, когда там еще никто не помышлял о декабрьских вечерах. И вот я собрал такой состав своих товарищей. Причем очень сильный состав. Достаточно сказать, что концертмейстером оркестра был Сетковецкий, Дима. Там были превосходные музыканты все. И солисты, и духовики, и струнники. И мы играли довольно сложную программу. И накануне этого концерта мой профессор оказался в Большом театре на какой-то репетиции. И встретился с Покровским, Борисом Александровичем. И тот его спросил, у тебя нет молодого человека, который мог бы работать? Он говорит, есть, у него завтра концерт. И Покровский с Ириной Ивановной Масленниковой пришли на этот концерт. И вот так вот решилась моя судьба. А если нет, совершенно непонятно, что могло бы быть. Учителя и здесь, и в консерватории, и в Мерзляковке были совершенно потрясающие. А здесь только вспомнить Юрия Александровича Фортунатова. С его подходом к оркестру, вообще, что это такое. И каковы оркестровые стили разных эпох и разных авторов. Это остается на всю жизнь. И потом, где-то потом начинаешь понимать, что вот то, что говорилось нам тогда, этими замечательными людьми, это вот нам очень помогает сегодня. И иногда осознаешь просто значимость того, что они говорили, уже в достаточно зрелом возрасте. То же самое относится к Лео Морисовичу Гинбургу, когда начинаешь только уже через много-много лет понимать, что же он имел в виду. Это приходит с опытом. Как вы проводите свободное время? Бог узнает. По-разному. Ну, мы с моей женой и дочерью очень любим путешествовать. Мы отправлялись куда-то путешествовать. Мы ездили последние десятилетия, если брать. Были в Прибалтике, ездили в Грузию, были на Крите. Нам повезло, мне и моей жене, мы работали в Театре Покровского много лет, а это был один из самых выезжающих театров за рубеж, и мы посмотрели мир. Это, конечно, здорово. С какой мыслью вы просыпаетесь каждый день? С какой засыпаете, возможно? Ну, утром с мыслью, что вставать не хочется. Нет никакой определенной мысли. Каждый раз эта мысль возникает по итогам дня прожитого. А бывают ли какие-то дни, когда музыка звучит и не дает спать вам? Бывают, бывает. Не часто, не часто. Ну, да. Бывают. Есть ли такие книги, которые однажды очень сильно повлияли на вас? Ну, из любимых писателей это прежде всего Гоголь. Я очень люблю Гоголя. Может быть, это самый близкий мне писатель. Причем и пьес, и вот ужасно были все мы увлечены, когда ставили игроки Шостаковича в Канаду. Совершенно замечательная пьеса. К сожалению, Шостакович написал только первую картину. А вся пьеса изумительная. Потрясающий язык. Какие-то такие обороты. Ну, понимаете, достаточно одно провести, что Собакевич, пока там все разговаривали, он в стороне доехал Осетра. Доехал. Он, значит, в сторонке пристроился к этому Осетру, и пока там все дискутировали, он его съел. Вот. Доехал Осетра. Это здорово. И благодаря тому, что много гоголевских опер приходилось, вот до сих пор звучат эти длинные-длинные такие отрывки из его там старосветских помещиков, там из там «Ночь перед Рождеством», «Вечера на хуторе» и так далее, и так далее. Ну и, конечно, «Мертвые души». Конечно, «Мертвые души». Гениальные совершенно. Я очень-очень ценю именно как писателя, не как сатирикого, так как писателя Звонецкого. Он очень мудрый человек. Вот благодаря ему как-то больше кислорода было. Процитируешь, и вроде как бы жизнь становится... Хотя, вроде, почему легче? Ну, потому что уже названное, скажем, зло или какое-то неустройство названное уже не так тяжело его пережить. Он выдающийся в человеке. Кстати, это вот от Гоголя прямая, да, моя линия. Мая. Какие исполнители для вас любимые, и есть ли среди них неакадемические музыканты? Все-таки очевидно список любимых исполнителей он ограничивается исполнителями классического репертуара. Все-таки так. Вот. А из исполнителей, из дирижеров наверное все-таки номер один это Карлос Клебер. Я считаю, что это вершина в 20 веке абсолютная вершина. Хотя у него не такой большой репертуар, он не так много выступал, не так много записал, но тем не менее это был в свое время невероятно увлечен творчеством Бернстайна. Потом как-то немножечко отошел. Мне очень нравится Аббаду, Клаудия Аббаду. В свое время произвел какое-то невероятное впечатление Караян, когда приезжал в Москву и мне удалось быть на всех трех концертах. Это было впечатление совершенно гипнотическое. Вообще, когда мы учились, вот училище в консерватории в 60-е и 70-е годы, здесь был бум. Приезжали артисты со всего мира самые великие. Приезжал, например, Игуди Минухин много раз и здесь встречался в большом зале со студентами консерватории. А в тот же день, я это хорошо помню, мы бежали в Большой театр на спектакле шведской оперы «Кольцо Нибелонга». или приезжала венская опера и привозила Тристана. И вот те, кто попал на спектакль с Бемом, они ходили какие-то, знаете, как будто под наркозом находились. Мы, те, кто был там, это ощущение какого-то сна. И потом надо было долго приходить в себя. Абсолютный гипноз. И мы рассказывали своим товарищам, что вот такой спектакль, такое впечатление. На следующий спектакль кто-то попал и был уже не Бем. Да, ну, хороший спектакль, но все уж такого. Что там было, понять совершенно нельзя. Это нельзя объяснить. Когда... Вот так же было на концертах Караяна, когда это абсолютный гипноз. Очень сильное впечатление. Приезжал и Гуди Минухин, и Генрих Шеринг, Исаак Стерн. Каждый там несколько месяцев здесь выступал. Не говоря о том, что здесь были и Ростропович, и Рихтер, и Ойстрах, и Коган, и Гилльц. это было невероятное количество таких вот грандиозных впечатлений. Грандиозных. Вот. И вот так вот, очевидно, с тех пор вот это и есть мои любимые исполнители. Есть более молодого поколения. есть. И я очень рад, что вот через наш оркестр концертный прошли вот такие дирижеры, как Валентин Урюпин, Максим Емельяновичев, Тимур Зангиев, Дмитрий Матвиенко. Это очень радует, что вот профессия не остается без профессионалов. Значит, было время, когда такое опасение у многих дирижеров старшего поколения возникало, что куда-то уходит профессия, что вроде это да, быть хорошим музыкантом, встать к оркестру, и все будет замечательно. Ну вот сейчас те музыканты и многие другие молодые, они обладают профессией, они владеют и в полной мере, и при этом очень интересные музыканты. Говорят, что в жизни нужно попробовать все. Есть ли вещи, на которые вы так и не решились? Вы знаете, да. Я с юных лет мечтал прыгнуть с парашютом. Думаю, сейчас это уже нереально. Мне безумно хотелось. Как-то не случилось. Каким был ваш самый первый студент по дирижированию? Тимур Зангеев. Он значит попал ко мне, у меня класса не было дирижерского. ему было 11 лет. Сейчас ему 28. И мы с ним занимались 7 лет. Сначала это была школа при училище консерваторском Межляковском. Он учился там как скрипач и занимался как бы факультативом. Нет такой специальной училищи. Мы занимались с ним. Причем мы занимались без концертмейстеров. То есть он дирижирует, я смотрю и как-то ну это развивает внутренний слух. Это как-то внимание обостряет. И вот 7 лет мы занимались после чего перед консерваторией это было в марте я привел Геннадия Николаевича Рождественскому показать. Кто сказал приходи. поступает. Если бы вы встретились с Малером о чем бы вы с ним хотели поговорить? Ну я не думаю что я бы стал касаться каких-то философских вопросов потому что для меня большими проблемами являются его концепции философские и так далее вот мне как-то ближе наверное первая четвертая пятая симфония третья допустим шестая седьмая восьмая я бы не стал потому что наверное бы не смог поддержать разговор с такой личностью а вопросы бы касались наверное более каких-то конкретных вещей в частности когда мне пришлось играть готовить четвертую симфонию я столкнулся с тем что есть очень много изданий его этой симфонии и в каждом издании есть какие-то такты которые отличаются по инструментовке от других изданий причем это не то что другая редакция симфонии как скажем у Бруктера знаменитая история что из девяти симфоний Бруктера Геннадий Николаевич Рождественский исполнил 23 потому что каждая симфония имеет по нескольку редакции которые кардинально отличаются что он был очень податливым человеком на советы друзей коллег и так далее что вот здесь надо сделать кто-то здесь и он садился и делал и действительно очень сильно менял партитуры а здесь это продиктовано иногда было думаю что чисто акустическими условиями и очень сильно отличается там четыре такта каких-то и они совсем по-другому изложены одной и другой партитурой и вот поскольку у меня под рукой было пять изданий я просто замучился что все-таки взять за основу а это происходило скорее всего вот об этом бы я его спросил именно от того что другой оркестр другой зал в этом дело и все равно спрашивая не спрашивая ответ не получишь потому что какие условия такое решение это это не знаю это трудно себе представить как бы вы о чем бы вы говорили с бахом с бетхоином я бы наверно побоялся подойти у меня в жизни был случай когда мы выпускали в камерном театре нос Шостаковича Шостакович был на всех таких уже на выпуске на всех репетиций присутствовал оркестровые сценические репетиции он был на всех и мы там крутились мне там несколько раз поручали его встречать и я его провозал он с трудом двигался тогда очень болел и такая лестница была с черного хода и лестница прямо в зал и я его встречал помогал ему спуститься но заговорить у меня духу не хватало вот и когда была премьера это было 14 сентября 74 года это второй день премьеры первый был 12 2 14 и после этого было фотографирование где в центре сидел Шостакович Покровский Рождественский и вокруг стоял весь коллектив начиная от артистов артистрантов кончая бутафорами гримерами все и мы не входили в кадр такое большое количество таких широкоугольников тогда наверное еще не было в 74 году и такой фотограф был известный Вячеслав Полунин и он значит делал половину потом половину и склеивал и моя супруга которая играла в этом спектакле а в этот день мы расписались с ней и она была в таком приподнятом настроении она не подумав перебежала на другую сторону и на этой фотографии она дважды вот так вот после этого фотографирования все побежали к Шостаковичу подписывать программки а я видел он сидел и вот этой рукой вот так водил правый с трудом и мы с женой не решились подойти и только у нас нету автографа Шостаковича вот потом мне кстати от моего друга Николая Курндорфа достался когда он уезжал из России достался клавир с автографом Шостаковича вот просто подпись Дмитрия Шостаковича или даже посвящение ОМОНу кому-то вот но подойти мы не решились а когда было прослушивание записи которая была сделана в 74-м году сразу после премьеры вот когда Шостакович выходил из зала где мы прослушивали это студия была пятая в доме звукозаписи вот мы стоим и он прошел такая там в студии есть крутая лестница очень и мы стояли с моим коллегой и вот он прошел мимо нас жена ему помогала спуститься он так по перилам ступенек на пять спустился а потом вдруг развернулся и пошел наверх с трудом мы вот так вот стоим обжавшись в стеночку и он подходит с Новым годом с новым счастьем с Новым годом и пошел вниз мы стоим как копаны понимаете вот Шостакович это отдельная тема на такой светлой ноте с Новым годом пожелайте что-нибудь студентам чтобы это время потом они будут вспоминать о нем как наверное лучше в годах своих жизни во всяком случае практически все мои одноклассники так думают об этих годах ну во первых потому что это молодость молодость всегда хорошее время и это понимаешь когда она уходит потом здесь было здорово учиться надеюсь что и нынешним студентам здесь учиться нравится вот не разбазаривать время и серьезно относиться к тому чем они здесь занимаются многие вынуждены работать потому что если в мое время на стипендию можно было просуществовать голодно трудно но стипендия там за рубль в день можно было худо-бедно прокормиться не умереть с голоду так скажем да вот а рублей там простая стипендия могла составлять порядка сорока понимаете и работают а коли работают так учеба где-то вот надо баланс стараться находить это очень важно потому что только здесь какие-то вещи можно приобрести и потом это надо будет догонять а это очень непросто спасибо большое спасибо